Чего ждете от выступления Владимира Путина? Как вы думаете, что станет главным? Я надеюсь, что главным будет, как обычно, все-таки экономический вопрос. Очень хотел бы услышать, какая стратегия с точки зрения государства в области экономических вопросов. Экономическая ситуация не самая благожелательная, и безусловно, на нее наслаиваются и политические факторы. И мне кажется, экономика должна быть одним из ключевых приоритетов. Надеюсь, сегодня вы это и услышите. Год назад были конкретные решения. Дорога Москва-Казань, ЦКАД и так далее. Вы сейчас ждете каких-то конкретных вещей или скорее вопросов экономической политики? Меня интересуют вопросы больше экономической политики, институтов и так далее. Я вообще против каких-то точечных вещей. Я считаю, что государство должно регулировать все-таки принципами, институтами и политикой, а не точечным управлением. И последнее, коротко. Как вы считаете, дастся избежать рецессии в этом году? Я очень надеюсь, это было бы очень хорошо. Мы в банковском секторе, и, безусловно, наш сектор один из страдающих от таких эффектов, как рецессия. Поэтому я бы очень хотел, чтобы этого не было у нас. Вы знаете, этот вопрос не принципиальный. Техническая рецессия, повторение второго квартала, того спада, который вели в прошлом, она вероятна, но я думаю, что вероятность меньше 50%. Не так важно. Важно, сможем ли мы ответить на специальные вызовы для инвестиционного роста или нет. И опять-таки, делаем в Украине или чем-то еще. Волатильность политического ландшафта происходит. Мы должны идти внутренние ответы на следующий вопрос. Чего ждете от этого выступления? Подсказки жду, как работать дальше. Вы считаете, почему в этом году таких точных предложений не было сделано? Ну, во-первых, нужно было показать, что те решения, которые были приняты, пускай они не в полной мере, но они реализуются. И об этом говорил глава государства. А что касается Москва-Казани, то он просто ждет реакции правительства на свое указание подготовить ему окончательное предложение. Те предложения, которые есть, они помогут нам не впасть в рецессию именно в этом, как вы считаете? То есть, эффекты будут в этом году или все-таки это на следующий год? Я рассчитывал, что, может быть, уже в этом году он тоже будет. Спасибо. Как вам речь? Путина, чего вы ждали от нее и что услышали? Ну, я, в общем, услышал то, что ожидал. Я видел долгосрочное время перспектив и нежелание только реагировать на текущую ситуацию, а устраивать долгосрочную перспективу развития. Я хотел обратить внимание на три момента. Первое – диверсификация российской экономики и в этом плане, то, что сегодня происходит авиастроение, это шаг в этом направлении. Второе, что важнейшим условием является создание приятного инвестиционного климата и долгосрочных инвестиций, которые позволяют вывести такое развитие. Вот, видите, важный момент, что подписаны в соглашении с Китаем, с моей точки зрения меняют не только российско-китайские отношения, а в целом, с собой это приятное все-таки развитие экономики нашей страны. Конечно, все без исключения присутствующие оценивают очень высоко те инициативы, которые были названы президентом по улучшению сационального климата. И я еще раз повторяю, что если они будут реализованы, конечно же, иностранных партнеров у нас будет максимальное количество. В принципе, и сейчас немало, но с большим удовольствием придут и более мелкие, и сейчас идут более крупные, потому что они им все менее рискуют, возможности у них больше. А так придут меньше средний бизнес. Для нас это очень интересно. А что для нашей страны эти проекты? Для развития нашей страны, для развития экономики России, что эти проекты дадут инфраструктурно? Ну, дело в том, что для нас интересно, в частности для госкорпораций, интересно привлечение современных технологий. И даже не важно, что это будет большой бизнес, это может быть и средний бизнес, но современными технологиями те, которые могут быть реализованы у нас. Вот это для нас интересно. И это интересно, в том числе и для российских промышленностей. Как Вы считаете, предложения президента помогут избежать рецессии в этом году? Или это больше на следующие годы в ДАСТ-ТПе? Ну, я думаю, что реализовать быстро, если предложение будет очень сложно. Ну, вот в этом году, конечно, наверное, это вряд ли произойдет, но до будущего года, конечно. Что касается наиболее современных технологий, вот этого принципа того, чтобы предприятия, как бы государство подталкивали предприятия к этому, как много предприятий, рост технологий это может затронуть, как Вы считаете, какой эффект это окажет? Ну, в принципе, это может затронуть практически все наши предприятия, потому что у нас в основном до 90% это предприятия машиностроения. А это вот как раз затрагивает прежде всего эти предприятия. Нет, я думаю, что что было для нас, для бизнесменов самое важное, это были самые последние слова президента. Что мы можем здесь работать, что мы будем здесь заработать, и что инвесторы и бизнесмены совсем приемлемы. Вот, я думаю, это было самое главное, это зеленый цвет для бизнеса, для европейского бизнеса здесь, в России. Много говорили, конечно, о политике, об Украине и так далее, это была немножко не наша тематика, не с вашим интересом, всегда знать все-таки позицию. Но самое главное, Вы знаете, это доверие. И я думаю, что здесь эти последние слова, которые он сказал, это было самое главное для нас, вот что мы ждали. Ну вот те предложения по экономической политике, которые прозвучали, снижение налогов для новых предприятий, которые начинаются и прочее, там их было довольно много. Как Вы думаете, насколько они будут эффективны в ближайшее время, то есть помогут ли они избежать рецессии, например, и когда можно ждать этих рецессий? Что Вы знаете, что есть предложения, мы видим, что есть все-таки, как сказать, мувмент, есть движение, так вот, спасибо, есть движение, и это самое главное. Все это было положительно. Он тоже для нас немаловажен, для Альстома и для нескольких других европейских ферм. Он тоже сказал, что будут инвестированы в инфраструктурах, так МКЖД и так далее, что все это наши проекты, то мы это, конечно, смотрим очень внимательно, и это очень полезительно. Судя по составу участников, было понятно, что, конечно, это будет скорее политический разговор, чем экономический, что и получилось. Ну, понятно, что сейчас основные озабоченности связаны с усложнением политической ситуации, и бизнесмены хотели понять, что это означает для возможностей бизнеса в России, крайне мере, как Россия на это смотрит. И Путин попытался обратить на это внимание, что мы по-прежнему открыты, что мы работаем над инвест-климатом, и призывался их исходить из собственных интересов. Ну, вот все, у меня такое впечатление, сложилось, что на форуме все ждали, что вот сейчас выступит Путин, и наконец мы поймем, что нам делать, куда нам двигаться и как нам не допустить рецессии. Вы услышали инструкции или направление движения и ждали ли вы? Нет, нет, нет волшебных рецептов, я их и не ждал. В общем, надо просто заниматься тем, о чем говорили и на предыдущем, 10 лет назад на форуме, структурной реформы. Путин опять повторил это, да, это домашнее задание, которое нам надо продолжать делать. Спасибо.